Привет! Если ты живёшь на Азиповско-Московске, то есть относишься, да, по району к поликлинике номер 16, то ты сдохнешь! Я бы хотела, чтобы представители нашего города пожили на нашем районе и воспользовались бы услугами этой прекрасной поликлиники. Ведь я не понимаю, как там вообще обращаться, во-первых, туда, как там работают эти люди. Я не могу назвать их врачами, не могу их даже связать как-то с медициной, потому что то хабство, которое мы оттуда терпим, то просто нет слов, издевательства, смешки в трубке, которые они берут только раз через раз. Они даже не знают ничего о своём главвраче, они не могут даже мне сказать информацию, чтобы я пошла с ним поговорила. Эпопея с вызовом скорой помощи в воскресенье в час 50 дня закончилась тем, что перезванивала в 10 часов вечера, на следующий день через Минздрав, и всем всё равно была насрать. Это свинское отношение. А ещё они мне смеялись в трубку, что вы можете прийти к нам, так-то в больницу, ну, в поликлинику. Я говорю, я-то могу, но у меня трое взрослых человек с температурами. Как я их должна допереть на своём горбу? Вопрос, блин, вопрос. Мы пришли на Артюшкова, и там очередь в 11 часов утра 140 человек. СТО СОРОК ЧЕЛОВЕК! И напоминаю, что мы ждём врача с поликлиники номер 16 с 3-го, мать его, февраля. Мы обращались 5-го, мы обращались 9-го, 10-го, когда мама получила тест на 11-го, и всем было насрать. Поэтому, когда они начали отвечать, что вы могли сделать то, вы могли сделать это, каким образом, лежа пластом на диване, вот вопрос, просто вопрос. Это не человеческое отношение, они даже не посоветовали никакие таблетки взрослым людям, которые принимают свои сопутствующие, да, какие-то у них есть заболевания, они принимают какие-то препараты. Они не посоветовали, что вот, хотя бы антипиотик пропейте такой-то и такой-то, либо, блин, противовирусные, которые бы совмещались с тем-то и тем-то. Нет, всем насрать.